Доброе утро! Всем доброе утро! 11 июля наступила, это суббота, это утро России в субботу с вашими ведущими Леной Ландерой и я, Владислав Завьялов. Решаем, надеть или съесть? Я за второе. В Индии начали печь лепёшки, потом дети вырастут, будут вспоминать, какие же вкусные в детстве были маски. Ну, кстати, как ни странно, при оценке качества продуктов, ну и идеальный вкус не значит идеальное питание персонально для каждого. Правда, подобрать рацион, который нужен... Белки-альпинистки атаковали московскую многоэтажку, забрались по отвесному фасаду дома до десяток. Хлубнокровие явно понадобится и тем, кто собирается завести себе леопардов и гекконах. На них не расплатиться, иногда старым вещам можно найти весьма оригинальное применение. Лучше бы помогла. Сахалинский рыбак попал в фильм ужасов, надеясь поймать рыбку в местной совсем не мутной реке. Ну, кому-то с утра пораньше на рыбалку не встерпёшь, а кому-то за травой. С начала июля на берегах Енисея цветёт кипр... Молодая уже не молодая, это прекрасно. Ежегодно около... Останется, она же так. Ну, а звёздные заграничные дамочки, кто помолон. Чтобы что-то о человеке узнать, неплохо бы для начала выстроить с ним более близкие... Понятно, что каждая наверняка вспомнит массу случаев, когда это правило работает наоборот, то есть не работает. Но психологи настаивают. Обсудим с семейным психологом Дарьей Город. Даша, здравствуйте. Дедушка по маме, затем дедушка по маме, бабушка по папе. Не знаю, там, посвятил жизнь своему внуку мне, помогал как мог и делал всё, что в его силах. Ну, значит, это исключение. Может быть, это на мальчиках вот такая схема работает, а на девочках другая. Ну, а парасификация, когда я становлюсь на место своего... Я не знаю, там, к территориальному принципу. Кто ближе живёт, к тому и оттенцов. А, такое бывает. Которая не воспринимает своё... Интереснее, полезнее со своей мамой, а не с мамой мужа, если вот есть такая проблема. Да, дело даже не досоги. Сами невестки подчас действительно провоцируют своих свекровей к женщине, которая пришла и тыкая тебя, как слепого котёнка, да, носом, что вот ты что-то сделала неправильно. А с позиции, что это женщина, которая... Скажем, навредить семейным отношениям своих детей. Ну, точно так же быть манипулятором, который говорит, что, а мама-то твоя, мало времени проводит с тобой. А что, мама тебя не научила после себя посуду мыть? Спасибо. О матриархальном преимуществе мы говорили себе спасибо. Спасибо. Не улыбается. Вот и герой нашего следующего сюжета всегда шёл своим путём в детстве. А мы будем вычислять лучший размер ноги для долгой и счастливой жизни. Есть версия, что продолжительность жизни зависит от размера ноги. Насколько она научна, чего всё-таки зависит долголетие. Через несколько минут обсудим. Обязательно дождитесь. А вот кому трюфель отборный бесплатно? 59-летний бред. О других необычных событиях в мире сейчас расскажем. Прямо сейчас будем говорить о самом главном, о продолжительности жизни. Оказывается, она зависит и от размера обуви. Выясним у главного внештатного гериатра, Минздрава, директора России. Размер обуви до обущины, да? И что, шансов выше 70 никаких? Какая связь между ступлёй и годами? Вы знаете, во-первых, статистика наука интересная. Можно между многими вещами найти ассоциация. И действительно, чем больше... 35-й размер уже больше. Да, и это тоже можно объяснить. То есть некоторая середина, она наиболее оптимальна. С чем это связано? Наш рост, оказывается, связан с активностью гормона. Какие факторы влияют на продолжительность, кроме генетических, ну, здорового образа жизни, о котором мы прекрасно знаем? Что ещё? Вы знаете, действительно, генетика, например... Подвижность. Подвижность, физическая активность абсолютно. Вот когда вы видите дряхлого человека, и это развитие хрупкости костей. Больше своих зубов в возрасте, тем больше шанс дожить до... Абсолютно правильно. Есть и другие предикторы, чем больше зубов. Подожите про сон. Да, вы знаете, сон края на продолжительность жизни человека. Сон более 8 часов и сон менее 6 часов укорачивает жизнь. Но всё-таки вы, как специалист, какой даёте людям основной совет? Всё время тренинг, всё это... Орган, который тренируется и функционирует, он живёт долго. Это закон. Снижение калорийности пищи или, по крайней мере, не... Ты выбирай куда, на Окинаву или в Италию? Ну, что, чтобы выбирать. Ну, что, чтобы выбирать. Я просто не сказала, типа. О продолжительности жизни мы говорили какого геронтологического научно-клинического центра доктором медицинских наук Ольгой Ткачёвой. Спасибо большое. Было интересно. Ну, а вы впечатление получится сегодня, если посмотрите программу о здоровье и правильном питании на нашем канале. Хотите... Доброе утро. Всем доброе утро. Суббота, 11 июля и все летние радости. Кто чем занимается? Это жительница Норвегии наловила ведроком. В этом году комары как с цепи сорвались, это правда. Но спасение есть, и при том дома у каждого. А вот как быть с птицами, которые съедают весь урожай в этом году? О таких привычных, но, как выясняется, необычных птицах мы поговорим с телеведущим кандидатом биологических наук Иваном Затевахиным. Иван Доброе утро. Спрашивается вопрос. Вы слыхали, как пою дрозды? Вы-то наверняка слыхали. Конечно. Но вот если мы сейчас включим нашим зрителям, попробую, отлично, соловьи это заливаются, или дрозды. Похоже ведь? Да. Есть? Похоже, да. Я хотел сказать, что я даже слыхал, как поэт Дроздов, в общем, Дроздов, что он прекрасно поёт. Более того, он в свою песню включает фрагменты чужих песенов, рябинников, да, они творят чудеса. Ну вот какая способность у них есть отыскивать насекомых под землёй, когда ещё напоят? Да, коллективный опыт, да, если кто-то нашёл, сразу остальные подключаются. Если идёт речь о тех, которые живут в стаях, да, потому что Дроздов, простите, 60 видов, они все разные. Они все по-разному поют. Да, не все, но у нас обычно, вот, когда гничники, потому что поедают ягоду, причём... Или вообще, но Дрозды в этом году, говорят, никуда не улетели, сделали границы. Нет, для них не закрыли. Мы как таковой, можно было искать корм доступный, да, снежного покрова не было, поэтому они никуда и не улетали. А когда, значит, всё тут расцвело, огородники, так сказать, начали окучивать, поэтому... А чтобы ты посоветовал огородникам, как отвадить Дроздов, ну, таким гуманом, я думаю. И очень экзальтированные, видимо, принимают солнечные ванны. Ну, это нормально. Лёша, практически, да. Да, это вот это вот. Ты знаешь, сам не наблюдал, но это шарапки те же самые, да, которые этими же муравьями и питаются, они могут залезть в муравейник, растопы... Послушаем, напоследок ещё о Дроздах говорили с телеведущим Иваном Затевахиным. Вместе слушали песни. Спасибо. Теперь я слышал всего. Жаль, только практического применения у всех этих предметов нет. А вот... Интриганы и лицемеры мешают работать. Именно таких коллег больше всего не любят россияне. Это мой. Конечно. А если коллега то и дело зевает, это ведь тоже может раздражать. А почему зевота заразительно? Учёные спорят... А ещё полезно рожать первенца в оптимальном возрасте. Вы... Мы поговорим с акушером-гинекологом, заведующим операционным отделением... ...состоялись как. Кто профессионально и материально, тот может себе позволить немножко другие условия. Соответственно, скажите, что касается именно физической подготовки женского, материнского тела. Ведь есть же разница 20, 30 и за 30. Есть. Я согласна, что есть, но... По данным Росстата, 19-го год, 5 россиянок старше 60-ти стали первый раз мамами, 14 вторых и последующих детей есть. И функции яичников у всех в разное время. Соответственно, в разное время они легко восстановиться или есть сложности? Ну, сложности нет, если женщина здорова. Если у неё нет какого-то букета заболеваний, соматических заболеваний. Если она готова была к этому шагу, то, конечно, она будет восстанавливаться. Жанна всё-таки тоже каким-то образом участвует в процессе. Да, возраст 35 лет, то обязательно, конечно... Жизнь не стала праведнее. Это тоже ж может... Очень часто слышали про процедуру заморозки яйцеклеток, чтобы впоследствии воспользоваться этим. Беременность в 25 лет. То есть она хочет сначала как-то свою карьеру сделать, пожить для себя некоторые хотят, наладить какой-то быт и так далее. Поэтому они сначала замораживают свои яйцеклетки на всякий случай. Может быть, ей не придётся вообще никогда. В седней морозилке мужской материал? В седней морозилке и мужской материал. В седней морозилке и даже вообще никакого. Хочешь маленькое? Заморозим пока этот вопрос. Спасибо. Спасибо. О плюсах и минусах рождения ребёнка в неочиющей операционным отделением перинатального центра Елены Желанбековой. Спасибо вам большое. Спасибо. В райский уголок Анапы зачастили пожарные, пытаются спасти уникальную природную достопримечательность – озеро Кипари. В летнее время неожиданно возник ажиотаж вокруг другого масла – Муру-Муру. Это гель с кровью. А порой смекалки обычных людей позавидуют даже маркетологи. Вот кому ещё придёт в голову сделать из холодильника грядку или погреб, а может коптильный или сушильный шкаф? Самые удивительные применения старой техники возьмём на карандаш. Буквально через 10 минут дождитесь. Наша бы воля, мы бы в воскресенье встретились с вами, но нет нам местного эфира. В воскресенье, утро отдыхает, и доброе утро начинается снова в понедельник. А это очень важно, потому что понедельник проснется ввернии, так просто приходите. Будем вас ждать. Счастливо. До встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»